Но Скиппер вернулся. Преодолел таки волшебство Велеса, Вывалился нежданно-негаданно в явь Со своим войском нечисти, Точнёхонько перед летним солнечным изломом За год до назначенного родом срока. Заревел Скиппер по-страшному, Отчего леса к земле преклонились, Реки из берегов повылевались, Торф на болотах задымился, Травы на полях скукожились, Камни с гор посыпались Передошеломительно скорым движущимся войском Поползла тьма, превращая землю В бесплодную пустыню. Волки, как один, завыли, Подняв морды, Змеи всполошились и заклубились. По дорогам тучи воронья Поднялись в небо, На миг скрыв высокое солнце. Крик этот показал, Как обозлился Скиппер, Пока бродил кругами По дорогам иных миров. Не проходят такие путешествия даром, Не для тех, кто ушёл, Не для тех, кто остался. Тем паче, что чувствовал непонятное ослабление сил, Приписав это надолго И бесплодное путешествие, Беспокоился и потому гневался. Навья войска, Ведомая каким-то странным чутьём, Двинулась ровно в ту сторону, Где находилась основная опасность Для тьмы, туда, Где отдыхал молодой защитник Яви Со своим четвероногим другом. Перун, растянувшись на солнечном пригорке в Яве, Жевал веточку, да поглядывал на грома, Который внизу искал травку понежнее. Наступила нерушимая беззвучная тишина Ленивого летнего полдня. Но что за диво? Паренёк чуть не подпрыгнул от изумления. Тихо-тихо, Как будто невидимый гусляр Осторожно пробует струны. Вдалеке послышался звон маленьких крылышек. Пчёлы! А им вдруг подпели тяжёлые шмели, Словно скоморок с варганом Пристроился рядом с гусляром, Унося слушателей в дальние дали. Добавилась трещотка, Что часто появлялась в руках певцов На отцовских перах. Вот кузнечики! Да как громко уже! И юноша в восторге затаил дыхание, затаившись в шелковой душистой траве. А звуки нарастали осмелевшие птицы, стали дуть свои свирели. Дядь он все громче стал выбивать свою дробь, задавая ритм, будто главный дядька с комарок стучал колотушкой по расписным дровам. Но вот все замолкло, словно прислушиваясь. Не идет ли кто чужой? Нет? И снова, свободно звучит, легко поднимается к небу, чистая радость жизни. И так сладко все это звучало, так ласково обнимала трава босоногого парня, что он лениво перевернулся и закрыл глаза. Невесомый звон синих колокольчиков-цветочков где-то на краю слуха продолжал петь удивительную музыку природы. И чудился Перуно тихий ласковый шепот матери сыра земля, что улыбается и дышит, полная любви ко всем живущим. Вдруг гром насторожился, а перун вскочил, и оба стали вслушиваться в тревожный гул, доносящийся с запада. Молодой воин проверил, наместили палец, топор, стрелы и, уперев один конец в босоногу, натянул на большой лук дрожащую тетиву, выхватил из колчана первую стрелу с громовым наконечником, укрепил хвостом в гнезде тетивы правой рукой, а концу на полку лука, придерживая левой. Прислушался, кинул самому себе, держа лук со стрелой в опущенных руках, повернулся левым боком к той части неба, откуда неслась тьма, утвердил расставленные ноги на ширине плеч, повернул носки слегка наружу, чуть наклонился вперед, слегка повел плечами, приноравливаясь, пошевелил кистями худых, но мускулистых рук, проверяя охват стрелы и захват тетивы, развернул голову с влажными потемневшими волосами влево и всмотрелся в гору на краю земли, поднял лук, вытянутый левой руке, согнул правую в острый угол, повел плечами и лопатками, растягивая тетиву. Когда правая кисть приблизилась к шее, а тетива к подбородку и носу, сжал зубы, задержал дыхание, выдохнул и освободил божественную стрелу. Ушла стрела в небо сверкающим розчерком и пал оттуда невероятной силой молнии. На миг стало ослепительно светло, и увидевших это людей, зверей, птиц с яркой звездой сверкнула надежда на защиту и освобождение. Но тьма, наступившая за этим всполохом, оказалась темнее прежнего. Достал Перун вторую стрелу и послал ее в сторону приближающего врага, потом третью, потом и последнюю. Все громовые стрелы, в которые вложил молодой бог свои силы и отчаяния, сверкали яркими молниями на потемневшем небе, но ушли в небо стрелы и пали светом на землю, не причинив приближающемуся полчищу заметного вреда. Гром, который переминал копытами рядом и до этого времени молчал, что было для него необычно, не выдержал. «И-е-е-е-е! Давай топором кинь так, чтоб испужались до смерти!» Перун протянул руку и вытащил из седельной сумки каменный топор с топорищем из благородного дуба. Погладил рукоять, что-то прошептал. Выставил левую ногу вперед, правую поставил на носок, прогнулся назад, замахнувшись топором над плечом, превращая свое собственное тело в убойной силы лук. Размахнулся и кинул, целес в середину клубящейся тьмы. Топор мощно полетел вперед, рассекая воздух своим кружением. Свист мерно наполнял воздух. Низкий звон сменялся высоким, а снова низким. И, казалось, ничего больше не существует, кроме этой летящей, крутящейся смерти. И вот раздался мощный попрохот, от которого содрогнула земля и встряхнули с небеса. Попал, скинулся конь. И только непонятно куда. Перун, закусив безусую губу, рассматривая приближающуюся неостановимую тьму, ответил. Кажись, скипер нам всем пришел. Почему дед считал, что я смогу его одолеть? Нет. Нет! Моя палец, а еще со мной врешь, не возьмешь. Пусть только подойдет поближе. Верный конь тихонько всхрапнул, приданул ушами и сделал вид, что мирно щиплет траву. Перун подошел, глянул ему в глаза. Хорошо б, если б ты домой поскакал. Нет, а нельзя. По мою душу чудище наступает. Это бой, к которому я готовился с рождения. Конь скинулся. Хи-хи-хи! Бросить тебя, брат! Бежать и праздновать труса? Нет, не на того напал. Перун набычил голову, запрыгал, разминая ноги, спину, шею. И, как только за спиной ощутимо похолодало и засвистело, небрежно присел на пенек, покусывая травинку. Бежит скипер впереди своей темной своры. Чуть ли не всех обгоняет, помнит, что ему нужно найти и убить предсказанного мальчика. И увидел, как у светлой речки у белого камешка сидит юный паренек, но поигрывает тот стопудовой палицей. Конь гнидой тут же рядом пасется. Парень не испуганно, а хмуро глянул на скипер-зверя и отвернулся. О-о-о, какой богатырь подрастает. Его в голую горсть, не возьмешь и сразу не похоронишь. Что-то ёкнуло при виде этого юноши в груди в скипер-зверя. Чувство какое-то появилось незнакомое. То ли страх, что предсказание верное. То ли желание такого будущего богатыря к себе взять, превратить чудище и вырастить из него верного слугу. Разбираться со своими чувствами непривычен был зверь. Поэтому прямиком спросил, — Ты, Перун, сын сварага и лады? Кивнул головой в ответ Перун. — Отрекись, Перун, от отца своего. Поклонись, Перун, скиперу. Будешь мне верным слугой озолочу. Но молодецкое сердце неуклончивое. Перун так, — ответил скиперу. — Я не буду служить тебе, зверю черному. Я рожден по велению богини Макошь, чтобы тебя, скипер-зверь, победить в честном бою. Не привык скипер-зверь, чтобы ему так отвечали. Сбеленился он и крепко осерчал. И велел он зарубить Перу на мечом. Кинулись темные науные воины исполнять приказ. Не смог воин Перун отмахаться палицей, как ни старался. Когда солнце стало клониться к вечеру, одолели его числом. Бросились враги рубить упавшего парня, но только лезвия у их мечей затупились. Ничего Перуну не сделалось, потому что сварок, отец богов, закалил тело Перуна в своей волшебной кузнице. Велел тогда скипер-зверь привязать Перуна к тяжелому камню и бросить в воду. Но река не приняла Перуна. Плавает он поверху, только глазами сверкает и зубами скрипит. «Видно, ничем его не возьмешь!» И сходится гневной слюной скипер-зверь. «Но не мытьем-то катаньем, а избавлюсь я от тебя, воражей ты, гаденыш!» И распорядился этого бешеного коня, который все на охранников кидается, приковать к скале тут же. А мальчишку, который уж ни жив, ни мертв, стал к тому времени кинуть в гроб дубовый и отвезти в становище Скиперова. «Ну, одно хорошо!» — сказал на это советник, выбравшись из повозки, который укрывался во время горячей схватки пленения Перуна. Вовремя поспели, мальчишка не успел полную силушку набрать посвящение, пройти. Удача нахрап любит. А то скиперу бы не по зубам этот орешек оказался. Так мир Яви остался без Перуна-защитника, на которого было столько надежд. Бог Рот, который ждал, что богатырь, бог Молнии и Грома сразит смертельную угрозу Скиперзмея уже на своем посвящении в двенадцатилетнем возрасте, ошибся. Не оставил хаос его вечный противник, своего змееныша без помощи. Подсобил из межмирья выбраться раньше срока, да дорогу к юноше показал. Так Перун, которого Рот с умыслом отправил скитаться в Яви, не успел набрать себе сторонников, не успел повести за собой людей, изжить в них страх, гнев, желание, местье, не успел напитать их справедливостью, научить усмирять чувства злые, не смог людей на правый путь поставить. Тьма надвигалась. Подавляющее давление скиперзверя Принял на плечи и согнулся, горестно закрывая лицо весь явный мир.